Всем привет, друзья! Это новый влог. Я не снимала влог уже миллион лет, наверное, ну как мне показалось, что реально давно, и столько событий на самом деле произошло, что я даже не знаю, с чего начать. Одна из очень важных новостей, которые вообще такие важны, у меня переезжает в Черепец подружка. Я этому просто безмерно рада, безмерно счастлива. Вот, она переезжает, получается, скоро, и мы поедем вот в Питер на днях, чтобы помочь с переездом, плюс я схожу на лазерную пиляцию, и плюс у меня есть одна основная важная новость, которую я, наверное, расскажу вам в следующем влоге, когда мы поедем в Питер. Вот, я как раз поеду на консультацию по одной очень важной штучке. Мы уже забронировали отель там. Блин, такие цены дорогие летом, вообще жесть, в два раза дороже, потому что, видимо, все приезжают летом туристы. Короче, это была первая основная новость о наших планах, что вот, мы поедем скоро в Питер с 23 июня по 26 июня. Вторая новость сейчас сидит на окне. Это Майя, знакомьтесь, это кошка наших соседей. Ой, такое мило. Она немножко шипит, она еще боится, рычит, но она такая очень добрая, ласковая. Вот, она пока у нас тут в спальне живет, потому что боится. Вот, я ей еду с водой поставила. Она как бы прыгает, знакомится с кошками, но они друг на друга как бы шипят. Вот, поэтому вот мы сейчас пойдем на работу, мы ее в комнатке закроем тут. Вот, но мы скоро придем, поэтому вот тут недолго вообще у нас не будет. В общем, здорово. Просто они уехали на недельку и сказали ее кормить, заходить. А мне так грустно ее на неделю одну оставлять. Мы подумали, что пусть вообще попробуем познакомить их. Потом они будут сейчас по-любому на даче, они будут все уезжать. И она вот познакомится, и почаще будем оставлять ее с нашими кошечками. Потому что нам не сложно. Майечка, так люблю тебя. Новость номер три. Я начала играть в Uncharted, но мне, короче, не очень зашло, потому что там старая графика. Просто у ребят ностальгия, потому что они играли в эту игру раньше. А я как бы как новую начала играть, поэтому мне не очень сильно понравилось. Но я играла во вторую, получается, да, часть? Вот. Но я все равно потом-то играю. Просто, представляете, что-то на меня снизошло, и я начала снова играть в Genji. У меня был небольшой перерыв, потому что я не могла там ковест пройти. И я сейчас просто так люто задрочу. Я вот уже четыре дня просто играю каждый день по девять часов. Я играю все время. У меня 35-й уровень сейчас, и я открыла кучу новых персонажей. Короче, вообще, Genshin — это любовь. Я, представляете, только там стало все скучно, как вдруг появились, короче, острова внизу карты. Я их все исследую. Исследовала там сюжет, короче, очень интересно. Я в восторге. Еще сейчас сезон цветения сирени начался. Вы не представляете, как она пахнет. Просто вся квартира... Представляете, от такого букетика пахнет вся квартира сиренью. Это вообще что-то с чем-то. Очень вкусно. Господи. Так, четвертую новость я вам покажу вот так. Я записалась на татуировку. Надеюсь, мама не посмотрит этот флог. Если посмотрите... Ну, в общем, не говорите ей. Хотя она, наверное, не будет ругаться. Ну, короче, это Мисата Кацураги. То есть я не выдержала. Я просто не выдержала. Это мой любимый персонаж из Евангелиона. Мне вот настолько сильно понравился этот сериал, что просто нет слов. Прошло уже сколько вот мы давно посмотрели? Месяц. Ну, где-то месяц прошло, наверное, с просмотра. Ну, может, меньше. Но я вообще не остыла ни разу к этой идее. Нашла на Пинтересте эту картинку. А потом решила почитать мангу. И это картинка из манги. То есть это вот... Ну, короче, из манги. Первая, это как обложечка головы. Вот так называется. Не знаю, как называется. Ну, посмотрите. Единственная проблемка. Я хочу разместить её вот здесь. Ой, Даня, поснимай. Я хочу разместить её как-то... Ну, вот типа вот так. Вот, чтобы она... Ну, надо, чтобы она сочеталась. То есть надо, чтобы у неё голова вот здесь как-то была, а рука вот между вот тут. Ну, видите, и пойдёт непонятно, как бы на спинку чуть-чуть зайдёт. И плюс у неё... Ну, а ноги почему-то получатся, что как бы будут вот здесь. И Рома... Рома у нас тату-мастер. Вот тут ноги будут. Рома тату-мастер. И Рома сказал, что это херовая идея, что это не очень, потому что... Ну, вообще странное расположение. Её вообще надо располагать как бы не так, а вот так. И... То есть не так, а вот так. И типа ему не очень понравилось. Сказано, что лучше перерисовать. Но мангу я... Вот прикол у него этот урок в том, что это уже готовый эскиз. То есть её не перерисовывали. Ну, я не хочу, чтобы её перерисовывали. Я люблю прям как из манги. Вот. И поэтому... Короче, вот. Я решила записаться сейчас, потому что у него очередь по три месяца. Но он просто бьёт редко, вот. Поэтому у него очень плотно всё. Я записалась, получается, на 26 сентября. Вроде будет 25 сентября. Что-то такое. И нужно будет за лето успеть очень много. Нужно будет... Получается, в августе приедет Полина. Получается... Получается, в сентябре надо будет съездить в Турцию. Потом в конце сентября нужно будет сходить на татуировку. А в октябре нужно будет сходить на одну штучку, о которой вы узнаете в следующем влоге. И это всё надо как-то сделать за два месяца. Я вообще хзкак. Вот. Ну, постараемся всё совместить. Расскажи что-нибудь для влога. Очень нравится погода. Сейчас был... В понедельник, сейчас вторник уже, был выходной. Мы об этом не знали. И это было таким счастьем. Мы проснулись, знаю, что у нас где-то обычный день. Нам сказала Леонтонина, что... Ну, ребят, выходной. Поотдыхайте. Да. Да, это круто. Потому что хотя в Новый год, в новогодние каникулы, ну, работали. А тут такой обычный невзрачный выходной, и он был реально выходной. Нет, просто садик не работает. А, ну да. Поэтому. А в новогодние праздники вся работа в два раза увеличена, потому что... По сауням, да. Много дел. Кстати, насчёт Евангелиона. Я заказала ещё две картины по номерам. Ну, блин, они не пришли, представляете, на зоне. Там большая задержка времени на неделю, короче, отсрочилась. Я очень грущу из-за этого. Так, ну и самая последняя новость, что я за это время пробовала учиться писать биты на FFL Studio 2.0, по-моему. Фрути Лупс. Мне слишком понравилось название, поэтому я выбрала эту программу. Ну, блин, называется Фрути Лупс. Это вообще, блин, надеюсь, она так называется. Я посмотрела два сорокаминутных видео. Вот, потыкала. У меня получилось. Что-то я поняла. Вот сейчас уже прошёл тоже месяц. Я уже всё забыла. Я уже ничего не помню. Поэтому надо набраться сил и снова посмотреть эти два ролика, снова потыкать. Просто у меня есть мечта. Я хочу написать свой трек, вот, и снять под него клип. Это прям такая очень старая, несбыточная мечта. Я просто очень люблю музыку. Я прям... Короче, я из-за этого мел, где он чувствует. И поэтому я очень хочу написать какой-нибудь свой трек. Вот. Для начала нужно научиться просто писать биты, а потом уже писать свою музыку. Возможно, просто... Я уверена, что мне это понравится. Мне это нравится. Просто мне сейчас пока лень запариваться, обучаться ещё глубже. Но я обязательно наберу сил и продолжу этим заниматься. Всем доброе утро. Я в поликлинике. Такое сонное лицо у меня, потому что сейчас 9 утра. Я иду в кабинет ультразвука. Не буду делать... Не поверите. Не буду делать УЗИ шеи. Сосудов шеи. Короче, я недавно ходила к врачу, потому что у меня, короче, кружится голова. Я устаю всё время. Мне назначили сдать анализ кровь всякую. Я всё сдала. Короче, у меня вообще всё отлично. У меня даже холестерин не повышен. И глюкоза в норме. Короче, всё хорошо. Вот. Но вот сейчас пойду делать УЗИ сосудов, а потом ещё буду делать рентген шеи, потому что у меня там грыжу на МРТ мне находили. Но... Короче, вот ещё рентген сделают. Всё, вышло с УЗИ. Вообще замечательно. У меня всё в норме. Можно в космос лететь. Так что, скорее всего, просто последствия ковида прошлогоднего до сих пор, да я это себе знаю. Хотя нет, зимой всё нормально было. У меня просто каждое лето такое немножко кружится голова почему-то. Всё, я приехала домой. И, Даня, хочу попросить тебе рассказать историю, как нам в 5 утра позвонили в дверь. Нам в 5 утра, однажды, выходные, воскресенье, в 5 утра, ещё раз ты не услышал, позвонили в домофон. Я встаю, очень злой, потому что кто в 5 утра в воскресенье звонит в домофон. Ну, подумав, может, как-нибудь там, не знаю, полиция, что-нибудь такое. Снимаю трубку и слышу голос школьника, кто-то такой трясётся, ну, не школьник, а подростка лет 16, не знаю, что-то такое. Ну, типа, пустите, пожалуйста. Я злой, типа, кто на 5 утра звонит, что-то вообще был злой. Ну, типа, слушаю, типа, что нужно. И он такой, пустите, пожалуйста. Мне в 24-ю. Да, мне в 24-ю квартиру. Я такой думаю... А мы из 25-й. Я такой думаю, так, я там квартира, ну, ладно, пофиг, пускаю. И пустил его. Потом пришёл и думаю, что, ну, я дурак, надо было спустить, и что, мы в 24-ю, и кому? Нет, вот если ему в 24-ю, почему он там в 25-ю звонит? Как-то это странно. Да вообще дичь, мы так не узнали. Я почему-то думал, что этот парень с утра работает, листовки разносит. Ну, вряд ли кто-то в 5 утра разносит листовки. Так что это вообще очень странно было. А если это школьник, то почему он в 5 утра один? Типа, 5 утра это то время, когда это ещё, типа, не утро, но и не ночь. То есть это как бы гуляйте себе в 5 утра чего? Непонятно. Обычно гуляют там, ну, до 2-х, до 3-х, наверное. И уже там, не знаю, с 7-ми. Ну, прикинь, может, он... Ну, странное время, типа, чтобы быть одному ночью на улице. В 5 утра очень светло было. Может, он бежал откуда-то, кого-нибудь, знаешь, сгорит. Есть. Через забор перепрыгнул, кто спрятался в ближайший дом. Есть вариант, что это был закладчик. Есть вариант, что это был человек, которого менты поймали из-за комендантского часа. Ну, что это тут такое дело, что... Ну, вот. И самое прикол-то... А, давайте расскажу. Самое интересное, что в этот день, когда вот мы с утра запустили этого чала, в эту же ночь... С тех пор? Да, с тех пор на крыше, мы живём на третьем этаже, у нас как бы сверху чердак, фактически, мы слышим звуки, что кто-то ходит. Реально, их никогда не было. И тут какие-то появились реально звуки ходьбы. Причём мне там не горит, может быть, вот ты думаешь, у меня паранойя, но я слышу шаги. Я такая, я тоже их слышу. Да, я тоже не все говори, потому что я думал, что вначале, потому что я паранойю. Реально, вообще загадка. Ну, вот такая вот с нами история приключилась. Мы пришли в Пур-Пур, здесь темно. Блин, я не люблю кадры в темпе, потому что видеолипы монтируют их очень плохо. Набрали Клеров, о, палец в кадре, всё по классике. Короче, мы очень любим это место. Это у них второй зал, сейчас ещё покажу ещё один зал. Вот ещё один зал. Вот так выглядит красиво. Такие десертики тут. Да! Вот я вот этот всегда беру, эклер-ваниль. И вот этот я люблю, сливочные, ягоды. Блин, ещё блин, и торт хочу попробовать. Но взяла тирамису. Вот мой тирамису. Вот мой тирамису. Эклерчики наше здание. А вот это она с собой взяла, один маме дам. В общем, Пур-Пур вообще самое лучшее место в Тириповце. Ну, правда, я особо во многих не была, но здесь самый вкусный в мире эклер. Я нигде не ела ничего вкуснее, чем Эд, серьёзно говорю. Там надо, чтобы попробовать, сказать, какой-нибудь мусс-совет, и вот в кофейне классное тоже есть же. Да, 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 мы там и нигде не были. Это чтобы вы понимали, мама сказала, идите пока работайте, я в премахерскую. Мы с Даней. Пошли. Да, пять минут всего лишь пропадали, всё нормально. Мама, которая решила не идти в премахерскую, дай нас ждёт. У нас сегодня дел много, поэтому... А, кстати, я вам не рассказывала, я заменяю бухгалтера. Я уже закончила бухгалтерские курсы. И у нас, короче, бухгалтер сказала, что она увольняется. Представляете, она проработала в организации 20 лет. И тут она сказала, что хочет уволиться. Вот. И мне пришлось очень быстро обучиться всему, что она делает. Прикиньте, вообще всей бухгалтерии. Вот. Из-за того, что я была на бухгалтерских курсах, я... Они не сильно мне много дали. Но, типа, инфу я понимаю примерно, чё как. Вот. И она в итоге решила не увольняться, а просто ушла в отпуск сейчас на две недели. Я две недели с мамой езжу, вот, и мы с ней всякие балансы делаем, выпуски печатаем, счета плачиваем. Поэтому, в целом, вот, я уже примерно могу вести бухгалтерию организации. Но не сильно. Одна бы я не справилась. Вот. Организация без производства. Да, да, да. Короче, рассказываю прикол. Даня взяла крошку. Такой идёт. И говорит, ну такой, блин, наверное, это не вода. Я начинаю над ним угорать. Типа, конечно, это не вода, это кефир, типа. Я вообще, потому что не знала, что крошку можно есть на воде. Я вообще не понимаю. Только на воде и елся. Я думаю, чё за хрень. Я всегда ела крошку на квасе. И думаю, чё за бред? Кто на... Не знаю. Я такая, что это, типа, на кефире. Пробую, и это, блин, кажется, это на воде. Я в шоке. Я реально не знала о таком. Прикол. Сегодня у нас такой обед. У меня филе с сыром, гречком. Да, они вот филе трески, кстати. Ну чё? Да. На воде? Офигеть. Реально вкусно. На воде очень вкусно. Мне мама сегодня купила квас. Мне так неприятно на этот квас смотреть, потому что... Я не верю, что его хранят нормально. Мне поэтому страшно его пить. Посмотрите, какая милашка. Я так хочу эту игрушку. Она такая классная. Я через пару месяцев дней рождения здесь подарю. Её уже не будет. Она дорогая, 750 рублей. Блин, она супер классная. Я её очень хочу. Ещё вот эта прикольная. У неё глаза просто блестяще розовые. Ой, как я люблю игрушечки. Ну вот большие не люблю. Плюшевые вот это вот. Ну вот типа такого я не очень люблю. Я люблю вот такое. Прекрасно. Такая мягкая. Забрала из-за зоны картины по номерам. Посмотрите, какие крутые. Вот такой рисунчик. Посмотрите на её размер просто. Я в шоке. Я думала, она будет ну... Такой. Я, которая никогда не смотрит размеры, когда покупаю. И вот такая картинка. Но тут не так детально. По-моему, будет подетальнее. Всё. Едем домой. Всё, дождик. Вот. Я буду снимать сегодня классное видео про магию. Классно. День-день. Все узнают, как магия. Скажешь, как колдовать нужно? Угу. Так что смотрите. Он мне расскажет, как колдовать нужно? Кстати, я тебе расскажу. Если ты поймёшь, то значит, я правильно всё приподнёшь. Окей. У меня на сегодня новое интересное задание мама дала. Приехать на пляж и найти камней. Вот. Они сделали такую штуку, знаете, тактильную, ножками ходить детям. Вот. И нужно найти, короче, камней каких-нибудь гладеньких. И у меня нет пакета, поэтому я взяла штуку из-под риса. У меня в машине просто картон лежит. Надо вот флерозы. Я хочу сейчас по пути на переработку сдать. Вот. Буду собирать в коробку из-под риса камни. Единственный вариант, где найти их. Как бы. Ну, вот я тут вижу, но они все, наверное, острые. Мне нужны гладкие. Вот. Это вообще у нас тут... А ну вот, кстати, неплохие. У нас тут пляж вот такой. Пойдемте воду потрогаем. Сейчас. Кстати, мы уже в это воскресенье едем с друзьями, едем с палатками на водохранилище. Вот. Будем тусить. А в понедельник на работу. Я не знаю, что делать. Я вообще засыпаю довольно быстро. Довольно я быстро хочу спать и выспаться. Поэтому не знаю. Вообще я хочу еще купаться. Короче, подрогаем воду. Вау. Посмотрите, какая крутая лодка тут стоит. Как вам? Сейчас гроза еще будет. Мне нравится. Сейчас потрогаем воду. Ой. Ой, так вода-то теплая. Слушайте, нормально. Можно купаться, я считаю. Я первый раз трогаю воду в этом году. Надо загадать желание. Чуть-чуть пособирала. Мужик какой нашел. Я бы к нему подошла. Говорю. С этой коробкой рис. Говорю. Извините, вы не знаете, где тут можно камни набрать? Ой. Начался дождик. Поэтому. Пережидаю в машине. Блин, камни типа есть, но они все острые и большие. А мне нужны гладкие и маленькие. Не знаю. Сейчас вот здесь дождь и кончится. Я сделаю вторую волоску. Это вообще острые, блин, все. Но маленькие. Блин, дождь усилился. Наверное, я не пойду дальше. Я так хочу собрать камни. Я просто чувствую себя как геншу. Как исследователь, который следует... Мир. Вы на самом деле не представляете, какое у меня сейчас есть сильное желание просто раздеться, снять всю одежду и пойти купаться. Я просто очень хочу. Просто сейчас грыза еще. Вообще, такое дикое желание. Со сбора камней переместилась в ленту. Хочу показать вам самую вкусную вещь на свете. Это вот это вот капучино. Я не знаю, это на вкус как чудо, только кофейное. И оно настолько сладкое и непритерное. Короче, лучшая вещь на свете. Вообще просто охренительная. Та-дам! Я закончила картину. Теперь вот так выглядит уголок. И я рисую еще одну. Вот она. Очень красивая. Я еще не дорисовала. Чуть-чуть осталось. Но мне очень нравится. Наверное, повесим ее вон там. Думаю, как-то так. Наверное, закончим этот влог. Вот. Всем спасибо большое за просмотр. Я вас люблю всех. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Этот ролик был таким разговорным больше. Я здесь рассказывала новости, планы, истории и все такое. Сейчас следующий видос будет с нашей поездки на водохранилище. Так что скоро совсем выйдет. Он уже почти готов. А потом будет суперкрутой влог из Питера. Так что всем пока!